Сегодня мы будем говорить о необычном чуде. Поэтому я и проповедь свою назвал «Воскрешение Лазаря больше, чем просто чудо». Это не просто чудо наравне с теми чудесами, о которым мы говорили до этого. Вы помните, когда мы начинали эту серию проповедей, брат Вадим Яким, он перечислил те чудеса, о которых мы будем говорить. И если кто-то помнит, то брат Вадим тогда предложил каждому из нас выбрать, какое бы чудо мы хотели, чтобы было совершено в нашей жизни. Друзья, есть кто-то, кто выбрал тогда сразу «Воскрешение Лазаря»? Пожалуйста, поднимите руку. Я помню, что я выбрал «Воскрешение Лазаря» по нескольким причинам. Это те причины, которые обуславливают особенность этого чуда. Возможно, этих причин больше, но я для себя выделил три причины, почему воскрешение Лазаря — это больше, чем просто чудо. Во-первых, это особое чудо в социально-бытовом и эмоциональном смысле. Я думаю, что у каждого из нас хотя бы раз в жизни бывала такая ситуация, когда уходили из жизни наши близкие люди. И если мы вспомним свое состояние тогда, эмоциональное, то, наверное, мы чувствовали себя так, что мы готовы были бы многое отдать в нашей жизни, чтобы умерший близкий человек снова был с нами. Когда пятью хлебами насыщаются пять тысяч человек — это очень хорошо. Когда рыбаки после бесполезной ночи ловят 153 рыбы — это тоже очень хорошо. Когда на свадьбе Иисус превращает воду в самое лучшее вино — это очень хорошо. Но можно ли хлеб, рыбу, вино сравнить с возвращением к жизни близкого человека? Я помню, когда в 2009 году умерла моя бабушка, а я тогда еще делал только свои первые шаги на христианском пути. Меньше года прошло с момента моего возрождения. И когда бабушке не стало, я почувствовал, что я готов все, что у меня есть, отдать за то, чтобы она опять была со мной и оказывала духовную поддержку. И, наверное, в эмоциональном смысле сестры Лазаря, Марфа и Мария, они чувствовали примерно то же самое. Они видели другие чудеса нашего Господа. Но воскрешение Лазаря, возвращение к жизни не просто близкого эмоционального человека, но человека, который для них был опорой во многих вопросах, о чем мы будем говорить дальше, — это больше, чем просто чудо. Вот в первом послании фессалоникийцам, в 4 главе, мы видим, что воскресение — это то, чем апостол Павел утешает фессалоникийцев, у которых тоже умерли брелизские, фессалоникийцев, которые оказались в той ситуации, в которой оказались Марфа и Мария. Фессалоникийцы столкнулись с ситуацией, когда то ли по причине естественной старости, то ли по причине гонений, мы знаем, фессалоникская церковь была одной из самых гонимых, но их близкие умерли. И Иисус, когда Он воскресил Лазаря, Он сделал образец для всех нас, как мы должны реагировать, когда уходят от нас наши близкие. И вот здесь апостол Павел, он отсылает к чему? Мы веруем, что Иисус умер и воскрес, и поэтому знаем, что и умершим в Иисусе Бог приведет с ним. Дальше он отсылает к второму пришествию нашего Господа, к воскресению умерших во Христе, и говорит, утешайте друг друга всеми словами. И это не была новация учения апостола Павла. Мы видим, что Марфа и Мария, они также верили в воскресение. Мы увидим это дальше. Но я сейчас хотел бы сделать акцент вот на чем. Смотрите, когда Иисус в 11 главе, 23-24 стихом, Он говорит Марфе, воскреснет брат твой, она говорит, Господи, но я в это верю, зная, что воскреснет воскресение в последний день. Вот тот самый последний день, о котором говорил апостол Павел, говорил, утешайте друг друга всеми словами. Но чудо, о котором мы сегодня будем говорить, оно состояло не только в воскресении, оно состояло во внезапности этого воскресения. Марфа не могла поверить, что вот эти слова Господа «воскреснет брат твой», они означают «прямо сейчас воскреснет брат твой». Она знала, что Лазарь в будущем когда-то воскреснет, но это не давало ей утешения. Скажите, братья и сестры, у Марфы и Марии у них были мужья? Ну, в Евангелии они говорят, может быть, и были, но я могу предположить с высокой долей вероятности, что нет. У них не было мужей, поэтому Лазарь был единственным мужчиной в их семье. И вот этого мужчины не встает. Не встает серьезной социальной. Это хорошо, что Лазарь когда-то в будущем воскреснет, в последний день. Это очень хорошо, говорит Марфа, я в это верю. Но мне мой брат нужен прямо сейчас. И вот в это она не ожидала. В это ей трудно было поверить. И именно поэтому она так грустила. Потому что она хотела, чтобы брат был с ней именно в этот момент. Далее. Я хотел бы обратить внимание, почему воскрешение Лазаря — это особое чудо в литературно-стилистическом смысле Евангелия Теана. Если вы помните проповедь брата Павла Несмеянова, то он говорил, что Евангелие от Иоанна, оно построено очень интересно. Оно построено из двух больших частей. Книга чудес. Христа, книга его знамений со второй главы по девятую. И книга славы Христа с тринадцатой главы по двадцать первую. А вот одиннадцатая и двенадцатая главы Евангелия от Иоанна, которые как раз описывают историю воскрешения Лазаря и ту реакцию, которую это воскрешение произвело в тогдашнем израильском обществе. Эти две главы, они играют роль интерлюдии. Если кому-то непонятно слово интерлюдия, то интерлюдия — это вставка в основной сюжет. Но в данном случае вот эта вставка, интерлюдия, она не просто... Она не просто имеет некий отвлеченный смысл. Она выполняет переходную функцию между рассказом о чудесах Иисуса Христа подводит итог под Его чудесами и в то же самое время предваряет Его славу. То есть воскрешение Лазаря, о котором рассказывает нам Иоанн, это пролог, анонс воскрешения самого нашего Господа Иисуса Христа. И это также важно помнить, друзья. И вот сейчас вы помните с проповеди брата Павла вот эту картинку, где изображена структура Евангелия от Иоанна. И мы видим, что 11-12 главы Евангелия от Иоанна, они как раз выполняют роль вот той самой интерлюдии. То есть если одно крыло — это знамение Христа, Его чудеса, второе крыло — это слава Христа, которое начинается с 13 главы, с истории омовения ног ученикам, то 11-12 главы они завершают описание, связанное с чудесами Господа, с теми чудесами, которые Он совершил. Воскресение Лазаря — это самое масштабное, самое необычное и самое резонансное из всех его чудес. И предваряют воскрешение самого нашего Господа Иисуса Христа. Воскресение Лазаря — это пролог к воскресению самого Христа. И третья необычность этого чуда, она состоит в том, что воскресение — это не просто разовое действие, произошедшее в прошлом. Вот просто воскрес Лазарь, мы этим восхитились, так же, как один раз мы восхитились тем, что Иисус накормил 5000 человек, но мы не ждем повторения этого. Это возможно в наше время или в будущем, но мы не ждем, что так будет происходить с каждым из нас. А вот воскрешение — это то, на что мы все уповаем. Это не только с Лазарем произошло один раз для того, чтобы показать что-то необычное. Это основа нашего упования во Христе и один из базовых столпов нашей христианской веры. Вот то, что вера в воскресение мертвых — это базовое учение христианства. Смотрите, какое значение воскресению придает апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Вы еще во грехах ваших и даже умершие во Христе погибли». То есть, когда мы наблюдаем воскрешение Лазаря, мы погружаемся в то, на что надеемся сами в будущем, что мы все тоже воскреснем. Вот я хотел бы обратить внимание, древнейшие символы веры, они все акцентируют внимание на вере христиан именно воскресения. Это одно из базовых, одно из наиболее важных упований первых христиан. Мы видим, вот и староримские, и апостольские, и никеоцареградские символы веры, они указывают на то, что христиане ожидают воскресения мертвых. То есть, то, что произошло с Лазарем, этого мы все ожидаем в нашей жизни. Итак, перейдем непосредственно к рассмотрению истории воскрешения Лазаря, как она описана в 11 главе Евангелия от Иоанна. Первое, что необычно, когда мы обратим внимание на эту историю, что все три синаптические Евангелия, они молчат о Лазаре. Все три Евангелия, и Матфея, и Марка, и Луки, они говорят только о его сестрах. А о нем, почему-то, говорит только Иоанн. Более того, если вы почитаете, я сегодня, чтобы экономить время, не буду цитировать. Вы можете внимательно прочитать всю 11 главу Евангелия от Иоанна. Но если мы посмотрим, как начинается 11 глава Евангелия от Иоанна, то Иоанн представляет Лазаря как того, о ком вообще могут не знать те, кто читал синаптические Евангелия. Потому что хронологически Иоанн писал свое Евангелие позже, нежели другие евангелисты. И по этой причине он как бы знакомит с Лазарем своих читателей, как с новым персонажем. Потому что все другие три евангелиста, они о Лазаре молчат. Но в то же самое время, несмотря на то, что евангелисты молчат о Лазаре, вероятно, сам Иисус, он знал Лазаря так же долго, как знал и его сестер. То есть вряд ли такая ситуация, что сначала Иисус познакомился с сестрами, а с Лазарем впоследствии. То есть, скорее всего, он и с Лазарем, и с его сестрами познакомился одновременно. И это только нам сегодня, с позиций читающих Евангелие, кажется, что вот Лазарь появляется только в середине Евангелия, и то только одного Евангелия. И что еще важно? Иисуса с Лазарем связывали теплые эмоциональные отношения. Об этом говорится несколько раз в 11 главе. То есть, вот это описание истории воскрешения Лазаря несколько раз. Иоанн акцентирует внимание на том, что Иисус питал эмоциональную привязанность к Лазарю. Говорится о том, что Иисус любил Лазаря и его сестер. И на что я еще обратил внимание, когда готовился к проповеди. Вот смерть Лазаря это один из тех немногих случаев, когда Евангелие показывает нам Иисуса плачущим. Хотя мы часто представляем себе нашего Господа плачущим, но чтобы евангелисты об этом говорили. Таких случаев очень немного. И вот смерть Лазаря это один из таких случаев, когда даже окружающие люди говорили, посмотри, как он любил его. В то же самое время я осознательно так говорю, что смерть не только воскресенье, но и смерть Лазаря была к славе Божьей. Хотелось бы обратить внимание, что когда Иисусу сообщили, что Лазарь болен, Иисус сказал, что это болезнь не к смерти, а чтобы прославился Сын Божий. Но вместо того, чтобы из трем глав немедленно идти, исцелять своего друга, того, кого он так любил, Иисус сознательно задерживается еще на два дня в том месте, где он находился. И говорит даже своим ученикам, что Лазарь просто уснул. Но если это болезнь не к смерти, ну, логично допустить, а почему Иисус специально задержался на два дня еще дополнительно, вместо того, чтобы немедленно идти, исцелять своего друга и утешать его сестер? Иисус задержался специально. Он знал, что ожидание, expectations Марфы и Марии были за тем, что если они за ним быстро пошлют, то он быстро придет, пока еще есть время воскресить Лазаря. Он придет в Вифанию поскорее. Иисус предвидел, что неверующие, которые будут при этом присутствовать, иудеи, они захотят именно вот такое знамение. Воскресшая смерть Лазаря, она испытывала не только веру Марфы и Марии, она испытывала и веру учеников Иисуса, которые не очень-то хотели идти в Иудею. Они говорили, вот, Господи, ты что, не помнишь, тебя там недавно хотели побить камнями? Когда видят, что Иисус тверд в своем намерении идти, Фома говорит, ну, пойдем, погибнем вместе с ним, помирать так помирать. Когда Иисус приходит, наконец, на четвертый день, и Марфа и Мария говорят ему одни и те же слова, Господи, если бы ты был бы здесь, то не умер бы, брат мой. Они ему как бы такой упрек, ну как, мы же тебя ждали. Мы надеялись, что ты исцелишь. Но смерть Лазаря, я сейчас акцентирую внимание, пока что именно на смерти, воскресение, само собой было к славе Божьей, но смерть Лазаря была для того, чтобы утвердить веру учеников Иисуса, веру Марфы и Марии, и веру всех тех иудеев, которые стали свидетелями воскресения Лазаря, и веру всех нас, кто сегодня уповает на воскресение мертвых. Смерть Лазаря была к славе Божьей. Это может показаться странным, но это так и есть. Иисус задержался специально, хотя его приглашали прийти поскорее. Существует такое толкование, я не знаю, насколько оно обосновано, что в те времена поверья иудеев основывались на том, что в течение трех дней после смерти человек не считался умершим, потому что известно было такое явление, как клиническая смерть, предполагалось, что человек может просто впасть в кому. Иисус дожидается четвертого дня. Он знает, что он будет воскрешать Лазаря, и он хочет, чтобы ни у кого не было сомнений, что он будет воскрешать ни того человека, который впал в кому, ни того человека, который пережил всего лишь клиническую смерть, а того человека, который пережил полную биологическую смерть. И далее, посмотрите, когда Иисус приходит, когда Он начинает говорить с Марфой, она говорит Ему, что Я верю, что Лазарь воскреснет. А Иисус ей говорит, Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий живущий верующий в Меня не умрет вовек. Книга Откровения вводит понятие первой и второй смерти, вы знаете об этом. Верующий во Христа может умереть первой смертью, но если он даже ей умрет, он оживет, он воскреснет так же, как воскрес Лазарь. И всякий верующий во Христа вовек не умрет второй смертью, которая есть озеро огненное. И Иисус сегодня спрашивает каждого из нас, так же, как Он спрашивал Марфу, веришь ли Сему? Веришь ли, что Христос есть в воскресении и жизни? Мы любим цитировать слова апостола Павла о том, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Это первая глава филиппийцам. Но сама по себе смерть не может быть приобретением, потому что это враг и возмездие за грех. Смерть становится приобретением, только если мы верим во Христа. Только если для меня воскресение и жизнь это Христос, тогда поэтому смерть для меня становится приобретением. Павел верил в то, что для него Христос воскресение и жизнь, поэтому для него смерть была приобретением. Очень важный момент, друзья, что когда Иисус воскрешал Лазаря, Он не просто совершал необычное действие, Он утверждал свою божественность. В послании к римлянам 4 главе 17 стихом написано, что Бог – это Его компетенция – животворить мертвых и называть несуществующие как существующие. То, что Христос является Богом, это еще одна причина, почему Он воскрешает Лазаря. В книге Откровения Он говорит об этом в своем полномочии. «Я был мертвый, сижу во веки веков и имею ключи ада и смерти, имею полномочия, возможности, компетенцию воскрешать». Когда Марфа услышала от Иисуса, что воскреснет брат твой, я думаю, что где-то в глубине души, она не могла на это надеяться, скорее всего, но где-то в глубине души у нее зародилась такая искринка, потому что она говорит «но знаю, Господи, и теперь знаю, что если ты чего попросишь у Отца, то Он это сделает». Она знала, что Иисус есть Бог, она знала, что Он имеет ключи ада и смерти, она знала, что Он действительно может предложить вечную жизнь. И на чем я хотел бы еще сделать акцент, друзья, это на том резонансе, который имело воскрешение Лазаря. На том взрыве буквально, который возник после этого воскрешения. Ведь воскрешение Лазаря – это не единственный случай, когда Иисус воскрешал мертвых. Было воскрешение юноши из Наины, было воскрешение дочери Иаира, но они не имели таких последствий, как воскрешение Лазаря. Они не вызвали такого резонанса, ну порадовался Ада и Аир за свою дочь, порадовалась мать вот этого юноши, но здесь это произвело просто настоящий взрыв. И я вижу две причины, почему это произошло. Во-первых, воскрешение Лазаря, оно произошло перед Пасхой, когда Иерусалим был наполнен иудейскими паломниками со всех частей Римской империи. 12 глава Евангелия от Иоанна, она следующая, она описывает, что когда Иисус въезжал в Иерусалим, это было непосредственно перед его въездом в Иерусалим, в недолгом времени после воскрешения Лазаря Иисус въехал в Иерусалим, то люди буквально толпами собирались не только, чтобы увидеть Иисуса и воскликнуть «Благословен грядущий во имя Господне» и постелить ему пальмы в ветви. Они хотели, также собирались толпами, чтобы увидеть Лазаря, чтобы увидеть живым воскресшего человека. То есть это первая причина резонанса такого вокруг воскрешения Лазаря. И вторая причина, друзья, я сразу скажу, это моя теория, я это не утверждаю со стопроцентной вероятностью, но я верю, что фактически воскрешение Лазаря, оно было проанонсировано в форме притчи. В Евангелии от Луки, 16 главе, мы читаем притчу о нищем и богаче. Богач безымянный, а как звали нищего в этой притче? Нищего звали Лазарь. Как вы думаете, это случайно или нет, что нищего в притче Иисус называет именно Лазарем, а не каким-то другим именем? Я думаю, что нищий в притче назван Лазарем именно потому, что вскоре после этого Иисус знал, он воскресит реального человека с таким именем. И когда Иисус воскресил Лазаря, брата Марфы и Марии, многие иудеи вспомнили, так он же говорил притчу о нищем Лазаре. Помните, в этой притче были пять братьев богача? И богач говорит, отче Аврааме, пошли к ним Лазаря, пусть он им засвидетельствует. А Авраам говорит, нет, у них есть Моисей и пророки, если они этим Моисею и пророкам не верят, то даже если кто-то из мертвых воскреснет, не поверят. То есть в притче, в просьбе этого богача отказано. Лазарь из притчи не воскресает. А в реальной жизни Лазарь воскресает. Мы делаем акцент на той позитивной реакции, на тем восхищением, которое вызвал Иисус, когда Он воскресил Лазаря у простого народа. Сколько людей уверовало после этого воскресения. А как насчет реакции фарисеев? А их реакция была, как ни странно, прямо противоположной. Именно после воскресения Лазаря фарисеи собрались, Каиафа говорит, что надо что-то сделать с этим человеком. Лучше одного убьем, нежели всему народу погибнуть. И написано с вот этого момента, именно с вот этого момента, когда Иисус воскресил Лазаря, постановили убить Иисуса. Более того, следующая глава, 12, она описывает, что когда фарисеи увидели, какой резонанс произвело воскрешение Лазаря, сколько народу уверовало в Иисуса, сколько его приветствовало, фарисеи постановили и Лазаря тоже убить. То есть сталинская логика, нет человека, нет проблемы. Иисус воскресил Лазаря, давайте мы этого Лазаря убьем и скажем, что вот, живых Лазаря уже нет, значит, он не воскресал. То есть вот эти пять братьев богача, это фактически Каиафа, Анна, другие фарисеи и книжники, они не веровали Моисея и пророков на самом деле. И поэтому даже когда Лазарь из мертвых воскрес, их это не убедило, что Иисус Мессия. Более того, я говорил, вы помните, что воскрешение Лазаря, оно было прологом к воскрешению самого Иисуса Христа. Лазарь воскрес, это не убедило фарисеев. Сам Иисус воскрес, это тоже не убедило фарисеев. Они дали взятку страже, сказав, что это ученики его украли. Вот такое величественное событие и такую разную реакцию оно вызывает. Кто-то восхищается Господом, кто-то восхищается тем чудом, который он совершил, вернув близкого человека, а кто-то от этого еще больше злится. И фарисеи после этого принимают постановление убить Иисуса и воскрешенного им Лазаря. Вот точности, как, вы помните, чем завершается притча о нищем и богаче? Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. То есть, если вы на основании Моисея и пророков не верите, что Иисус Мессия, то не воскрешение Лазаря, не воскрешение самого Иисуса, оно для вас, оно не поможет вам. И вот мы, дорогие друзья, долго говорили о чудесах Иисуса Христа еще будет завершальная проповедь в этой серии на следующее воскресенье. Но я хотел бы обратить наше внимание. Чудеса и знамения, они сами по себе не дадут нам веры в Господа, если мы в Него не поверим на основании Моисея и пророков, на основании Слова Божьего. То есть мы ходим верою, а не ведением. Если в нашей жизни Господь совершает чудеса, это очень хорошо. Будем благодарны Ему за это. Но наша вера основывается не на том, что мы ждем каких-то чудес непосредственно в нашей жизни, а на том, что мы знаем Господа таким, какой Он нам явлен в Писании. Пусть нас Господь благословит, всех, каждого из нас, чтобы у нас была та реакция на действия Господа в нашей жизни, которая была у людей, которые увидели чудо воскресения Лазаря. И уверовали в нашего Господа. Если даже чудеса Господа в нашей жизни не совершаются, у нас есть Его Слово, которое нам дает все основания верить в Него и верить в то, что мы воскреснем так же, как воскрес Лазарь. Пусть нас Господь в этом благословит. Давайте помолимся, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!